ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, пребудь с нами. Не дай уклониться не направленно налево от истинного понимания божественных слов Твоих. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Саи, Сына и Святого Духа. Аминь. Третье послание апостола Иоанна. С Богом. Спасибо, Христос. Первого стиха. Так, это... Не ходите, не ходите. Насколько договариваться-то? Я позвоню, вначале узнаю, все возможно, позвони. Так, кто говорит? Кто говорит? Отключите микрофон, не мешаете. Ставец, возлюбленному Гаеву, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. Полкование. Поистине любит тот, кто любит по Господе. Апостол пишет это послание с целью воздать похвалу некоторым братьям. Пишет Гаю, о котором он свидетельствует, что он принимает много странников и зато воздает ему великую похвалу. Ибо кто делает добро, тот говорит от Бога. Стих 11. Еще более поощряет его тем, что не одобряет Диатрефа, который не хочет так поступать. Свалит Димитрия, который поступает так же, как и Гаев. Закрой двери. И дает верное свидетельство о его добродетели. Как преуспевает душа Твоя, а преуспевает она в жизни по Евангелию. Вот такое короткое толкование. Вопросы по тексту у кого-нибудь возникли? Или дополнения, может быть, пожалуйста, говорите. Если нет, то тогда идем дальше. Третий стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали... Так, секундочку. Простите. Так, третий стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о Твоей верности, как Ты ходишь в истине. Толкование. В истине ходит тот, кто ходит по простоте евангельской. Под словом ходить нужно, разумеет, не передвижение стоп, а такое переступательное с места на место движение свойственно всякому животному, имеющему ноги. Но стройное и целомудренное приспеяние в душевных стремлениях, которого достигают немногие из тех, которые имеют разум. Вопросы по тексту? Дополнение. Нет, идем дальше. Четвертый, девятый стих. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленные. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от изучников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них для отрев не принимает нас. Откавание. Принимать употреблено вместо занимать захватывать. Этим апостол научает нас не выжидать прихода к нам нуждающихся, а самим бежать к ним навстречу и упрашивать их к себе. Так поступали Авраам и Лот. Читаем в книге «Бытие» 18 глава 2-3 стихи в 19 главе 1-2 стих. По тексту вопросы пояснения по конкретному что значит бежать навстречу, Сергей? Бежать навстречу? Не сидеть в монастыре я вот так думаю монашество здесь неплохая как бы отвлекается человек от семьи ради Господа так вот и бежать надо но здесь о странном приемстве говорится я вот это испытал люди у меня останавливались и молился я об этом нуждающихся нужно искать самому не ждать когда у тебя кто-то просит а самому предлагать свою помощь пишите делать добро вот опять опоздавшие звонят и все сейчас из группы а кто звонит непонятно Михаил Гордеев Михаил Гордеев Маркин Чернышевич и наступление что-что Максим Чернышевич еще написано Максим Чернышевич написано здесь видно здесь ну ты звонил звонил мне удастся вот не один все все как бы там не звонит я написал не звоните нету сейчас будут не звонить так Александр я дополняю пожалуйста по этому владельцу непонятно непонятно нет в принципе понятно бежать вот ты говоришь страноприемственность а тут видишь какая у нас у современных возникает дилемма как бы как бы не то что не опозориться а как бы не туда побежать принимать то можно и бесами понимаешь бежать на встречу он же может быть или это надо сначала побежать а потом пояснять да различать надо духов он делает без беса конечно нуждается например конечно всех в дом пускать написано если не приносит всего учения не принимайте в дом вон ты видел Игнатия Тихонича какой запор у него вот иди там достучись всего свое время а я знаю было время когда калитка не запиралась и бомжи к нему приходили и жили у него там я вот теперь я вот о таких временах слышал понятно поэтому здесь ревнутое странное преимствие написано и нужно ревновать самому а не не так есть определенные люди которые гостеприимны мы русские люди черта у нас отличительная от других он в Европе живет может быть даже и в Америке гостеприимны или странное преимство это вот весь апостол Иоанн хвалит Гайя азиатрефа он видать не принимал стадик он дальше будет порицать идем дальше десятый стих посему если я приду то напомню о делах которые он делает понося нас злыми словами и недовольствуясь тем и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви толкование если запрещено воздавать злом за зло считаем в послании к Рыбинам 12.7 то как объяснить настоящую угрозу апостола включаем заповедь говорит о невоздаянии злом за зло тому кто грешит против нас конкретно а когда грех против нас причиняет вред и вере то совершающего такой грех должно наказывать как и Павел навел зло на Иллиму совращающего с путей Господних читаем в книге Деяний 13 глава 8 11 ну как вот здесь желающим нас гоняет из церкви случай у нас очень известный сестра наша не пускают ее в церковь сменила место жительства входила в наш храм сейчас в другой храм ее не пускают ее здесь гоняют и у священника ой у епископа благословение взяла и у другой владик а он уперся нет а почему она должна покаяться в том что общается с нами конкретно слабкиным Игнать Тихоновичем вот это ее лютый грех и за это она должна молиться так что зимой у нее прям в валенках растаивает все вот это сегодняшние диатрефы не разобравшись что почему а конкретно когда начинает разбираться почему какой еще грех вот что два раза крестилось дальше разбирается что крещения это первого не было раз не было погружения вы говорите что крещения погружения погружения не было вот а тот диатреф почему не пускал да еще и злыми словами и нас поносят злыми словами сектанты еретики ерепископа у нас нет и раскольники и все и претерпеваем и все вот и поступаем как сами мы странников принимаем конкретные люди есть с Украины приезжали с Белоруссии это всю с Канадой которые духом близки с нами которые злые как диатреф те вот пьяные порицают вот и он еще и угрожает что я вот приду я разберусь с ним вроде и дальше выделено и почернуто что если против нас грешат конкретно то не нужно слов за слов отвечать но когда вред вере истинная вере здесь нужно отвечать серию ударов чтобы истина не была в поношении за истину нужно стоять твердо вопросов пожалуйста так если бы у нее ноги не ходили а можно и дома молиться пусть дома молится и не молитвы 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 такое такое мы считаем еще то мы уже тогда было не ходить в церковь на собрание а здесь душа рвется ее не пускают пусть дома сидит совет там мне кажется вопрос другом раз епископ дал свое благословение ей епископ того священника тогда непонятна позиция их между собой они могут договориться понимаешь здесь выясняется что разнотолки разногласия у них у нас до этого был епископ Максим Барнаульский Алтайский и везде поношения и гонения на нас были еретики сектанты где бы мы не благовествовали прям объявление если расклеим там будет тогда-то тогда-то встреча с православным проповедником Геннадьем Владкин они тут же срывают свое осторожно секта и очень много лжесвидетельств и клеветы мы нарасклеим прямо сменился епископ Сергий стал приезжает нам потерять ну и Максим к нам приезжал потому что сверху-то видать давят объединяться надо кому зачем это надо объединяться нужно в духе истины а если в духе нет единения то нужно ждать покаяния одной из сторон тогда объединяться а раз покаяния нет примирения не может быть что общего у света с тьмой то ничего это объединение на вред будет а не на пользу так они находятся священник в подчинении у Сергия или у другого епископа там ведь одним щелчком это все убирается сразу же епископ только туда звонит и все там этот постуки смирно бежит или завтра другой будет уже священник видимо Сергий не позвонил и не победил я не знаю почему такая ситуация до сих пор не знаю я там а я то подумал там другой какой-то у вас же там дверь есть поместный второй епископ символ по моему что ли он тоже Сергию должен подчиняться он какой-то там не помню сейчас но суть не в этом особо но вот и я даже смотрю на эту ситуацию канон церковный допустим лошадь замерзает по канону мы должны эту лошадь храм запустить чтобы она не замерзла ну может он крайний какой-то а тут сестра душа живая верующая на морозе стоит сколько времени никому дела дают его нет а а какая епархия у них это не епархия где батюшка стоит подскажешь тучиннику потому что он наш каменский бывший отец Сергий тучиннику не не знаешь ну ладно и потом узнаю хорошо село Клочки я так понимаю куда он переехал между потеряев и барнаулов деревня какой-то ну это частный ладно одиннадцатый стих возлюбленный не подражая злу но добру кто делает добро тот от Бога а делающий зло не видел Бога таковами так как нет ничего общего света с тьмой никакого согласия между Христом и Велиаром то просвещенный и познанием Христа не должен через подражание нечестивым сливаться с тьмой то есть с гнусными делами ибо как тот кто делает добро от Бога и усовершил мысленное око свое светом познание его почему весь стал светом и видит истинный свет Бога и бывает для других светилом в мире держащим слово жизни филиппийцам 2.16 так и тот кто делает злое ходя во тне не сам не может видеть Бога то есть делать угодное Богу ни для других быть руководителем но ненавистен и отвратителен для всех вопросов пожалуйста пожалуйста ну вот здесь как раз вот объединение говорится что не всякое объединение есть благо и когда нашей общине предлагали объединиться с местной метрополией войти в состав московской патриархии подчиняться местному епископу мы сказали каноны должны соблюдаться в первую очередь причина так почему мы не там 719 канонов правил апостольских соборов 413 из них сегодня в МП умышленно да и в зарубежной церкви умышленно целенаправленно и каждодневно нарушаются по милости Божьей в нашей общине эти правила не нарушаются и мы желаем сохранить это благочестие и поэтому объединяясь с МП где эти каноны и не депут сегодня начать совершать должным образом но есть опасность что нам вред это объединение понесет и разрушит все что мы так долго и упорно созидали в некоторых храмах уже конечно началась и полное погружение нас в крещение и паттихизация вглашение благодаря чему опять же не тому что мы вот так поставили себя в позицию отдельную что объединяться будем в духе истине мы пока пока у вас такое безобразие мы не готовы наш батюшка сказал не готовы с вами и они отстали наглокли и больше к нам не лезут все а некоторые общины РПЦЗ те московская патриархия безблагодатна организовали свои юрисдикции а некоторые вошли к ним а те которые вошли прежде громче всех кричали что нужно с ними объединять как-то так Господь делать интерес так вопросы еще есть нет идем дальше так 12-15 стихи а Дмитрий засвидетельствована засвидетельствована всеми и самую истинную свидетельствуем также и мы и вы знаете что свидетельство наше истина что бы имел я писать но не хочу писать к тебе чернилами и тростью а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам мир тебе приветствую тебя друзья приветствую друзей поименно аминь полкованием всеми то есть имеющими истину и самой истинной то есть на словах и на деле ибо хотя добродетели иных и свидетельствуют но свидетельство оказывается ложным потому что словам не соответствует действительность если же кто под всеми по обширности значения слова весь будет разуметь верных и неверных то его понимание не несправедливо ибо апостол павел заповедует всем верным двоеточие не подавайте соблазна ни иудеям ни еленам ни церкви божией так и я угождаю всем во всем читаем 1 коринфянам 10 32 33 вопросы по тексту дополнение так вот по моему шум от Александра Эм уйдет у которого корабль подратит вот благодарю микрофончик апостолу иудеям вопросы по этому посланию короткое такое послание и особо тут я думаю непонятного сильно так уж и нет если всем все понятно и вопросов нет то давайте продолжим начнем вернее новое послание апостола иуды желающие высказаться по этому посланию есть Игнать Тихонич добавить ему что-нибудь нет идем дальше послание апостола иуды глава первая иуда раб Иисуса Христа брат Иакова призванным которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом толкованием по моему мнению для этого апостола достаточно было в доказательство своего достоинства после того как назвал себя рабом Христовым указать еще на расство свое с Иаковом ибо Иакова все восхваляли за его добродетель это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большее доверие от слушателей к учению слова так как сомнительно чтобы общник в рождении и крови оказался и в нравах весьма далеким от того с которым имел общение в родстве особенно тот кто служит одному владыке Христу и равномерно с единокровным несет бремя рабства ну что сказать это большое счастье когда единокровные родственники в одном духе находятся с вами зачастую бывает что враги ваши домашние ваши написано муж верующий жена не верующая жена верующая муж не верующий дети бывают верующие не верующие и в семье начинается брожение гонения вот а здесь вот он начинает пишет что брат Иисуса Христа и указывает что он брат Иакова а Иакова пускали видимо знают уже хорошо а Иуде еще не так хорошо и поэтому он и хвалится своим родством по плоти с ним ничего в этом такого я не вижу конечно прежде это родство духовное должно быть а потом уже кровное на втором месте если у кровных братьев нет духовного родства это конечно надо второй стих милость вам и мир и любовь да умножатся толкованием господь сказал никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец мой читаем Иоанна 6 44 этот блаженный муж показывает что ныне оправдалось это слово ибо говорит что любимые отцом сохранены Иисусом Христом почему и называет их призванными так как они не сами собой пришли но привлечены и призваны отцом он желает чтобы им умножились милость мир и любовь милость потому что мы призваны Богом и восприняты в рабы его по благоутробию милости мир потому что его даровал нам сам Бог и Отец примирив с собой нас оскорбивших его через Сына Своего Иисуса Христа любовь потому что единородный Сын Божий предал себя на смерть за нас по любви к нам итак апостол молит чтобы дары эти были у верующих в избытке подобно как и Давид взывает ко Господу продли милость свою к знающим тебя читаем салом 35 11 стих побуждаем мы этими спасительными примерами и мы при нелицимерном расположении к ближнему своему должны жить и достойно призвавшего нас аминь дабы дабы пробоведуя другим самому не оказаться недостойным это вот очень важно здесь говорится о единородстве отца и сына то есть привлечет его отец мой написано а христос сохраняет то есть дальше будем читать что сын и отец одно как некоторые утверждали что иной сын пришедший с неба и иной сын родившийся от Девы Марии нет это неверно в коже третий стих возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру однажды преданную святым толкованием он пишет настоящее послание заботясь о спасении верующих чтобы они по просторе не увлеклись гнуснейшими еретиками пишет с тем чтобы через описание развратной жизни еретиков обнаружить их и сделать явными для незнающих о них говорил уже и апостол петр апостол иуда пишет пространие говорит что они предназначены стих 4 потому что апостол петр и павел писали уже что в последнее время придут обольстители такого рода об этом читаем во втором послании петра 1 главе 1 2 стих 3 главе 3 стих 2 тимофей 3 главе 1 по 8 стих еще прежде них сам христос говорил многие придут под именем моим и многих прельстят не ходите вслед их читаем евангелие от луки 21 8 потому что называя себя христианами они этим именем обманут многих апостол говорит о последователях не отвергают господа нашего Иисуса Христа ибо как не отвергнутся его тем кое нечистой жизнью отгоняют от себя учителя всякого целомудрия учителя с большой буквы ибо что общего у света с тьмой 2 коринфянам 6 14 3 можно поставить вот вопрос Александр имели ли эти Николай Валентин и другие рукоположения перед тем как отделились от единства кто знает ответ пожалуйста отвечайте помогайте я не могу на этот вопрос ответить либо вот Александр им тогда ну задайте вслух с какой целью этот вопрос вы задаете почему это для вас так важно оставишь эту штуку я тебя ждал уже просто вы можете включить микрофон и так быстрее в контексте современного состояния МП и других описание нам строго четко говорит что многие потерпели кораблекрушение в вере и кто думает что стоит бойся чтобы не упасть люди не имели справа божия пали даже до этого могли быть рукоположены были в единстве но отпали отпали и вполне возможно что вот эти перечисления Николая Валентина и другие были рукоположены то есть рукоположение не дает стопроцентную гарантию спасения абсолютно но если человек не рукоположен вот здесь уже гарантия того что он вне церкви не спасется есть вне церкви нет спасения так всегда учили святые отцы где нет рукоположения законного от апостола нет преемства принятия святого духа там нет церкви значит там не может быть спасения такого быть в церкви и выпасть из церкви возможно не входя в церковь говорить о спасении я выключу микрофон то есть не слышно только на камеру многие еретики обращались в истинную веру и многие православные потом становились еретиками ну это вот жизнь церкви нашей поэтому нам нужно бодрствовать молиться читать священное писание знать кому ответить и самим не быть соблазном никаким слушающих учеников и дальше вот об этих людях мы будем читать что эти люди и предназначены к всему осуждению 4 стих ибо вкрались некоторые люди и издревле предназначенные к всему осуждению нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа толкование повещевает тех которые однажды признали Господа нашего Иисуса Христа спасителем и уверовали в Него чтобы подвязались за веру ибо если мы приняли почеловечившееся слово и однако говорим что иной тот который прежде веков от Отца и иной тот который от матери и что сей особое лицо то как не отвергаемся единого Господа и Владыки ибо Господь Иисус един по единению домостроительства потому что предвечное слово Божие и Бог имея насажденную славу Божества плоть воспрянутую святой Девы самого зачатия есть один и тот же Владыка всех вот это догмат о единстве Отца Сына и Святого Духа в Православии некоторые секты этот догмат разделяют но дальше не идут нет приемства нет только положения нет священства а некоторые и это не разделяют сегодняшние так называемые свидетели иеговы они троицу не признают что един тот который Бог Отец и все это они две разные личности Духа Святого вообще не признают это сила Божья и все не такая не личность и здесь нам апостол Иуда говорит вы держитесь того что однажды было предано вам когда предано прям вот апостол Иисусом Христом после этого учения учения Христа апостольского уже возникли другие заблуждения то что прежде то истина если вы заблудились на путях ваших писаний остановитесь и посмотрите путь древний путь добрый и идите по нему но они сказали не пойдем у нас своя вера мы вот так вот думаем вот и все и еще к слову сказать что я там в чате читал что Игнать Тихонович выставил сейчас ролик я вот смотрю о новом мировом порядке о Рагу и кто-то там написал сейчас уже не помню вот сейчас посмотрю что Саа да Роман сами же говорили что апостол обращается к кавычке к тем кто не познал глубины сатанинские а вы предлагаете исследовать фильмы об этих глубинных сатанинских тем кто еще не знает ни писаний ни силу божью так вы ведете к вере в преобладание силы сатаны ну человек немножко конечно недопонимает Роман вот если мы будем молчать об этих тайных сообществах ничего не говорить люди и знать не будут а когда ты осведомлен ты во оружок бог говорит во мне нет никакой тьмы и знать тихо эти ролики поставлен не для того чтобы мы стали вот этими грустнейшими иритиками и обошли в эти масонские сообщества наоборот чтобы мы знали о них и как они обманывают столько людей обманывают успели с этими башнями 11 сентября которыми мы взорваны и далее и далее и далее очень интересный ролик я просматриваю спаси христос как раньше смотрел но сейчас уже в новом свете смотришь действительно в Сирии что сейчас делается интересно если кто-то кого-то это может соблазнить нет там все четко прописано и описано вот единственное у меня вопрос по католической церкви да возникает что Игная Тихонович упоминает что это церковь а те кто видно ролики это составляли может быть это протестанты у них толкование что католики это как раз предтеча антихриста Антихонович проясняет что она еретичествующая церковь а мне вот непонятно церковь есть в толпе утверждения истины как она может быть еретичествующая если она в толпе утверждения истины такие недопонимания возникают но он вот пишет как раз мульти в в мир находится в лоне ереси великой вавилонской блуднице и скоро все рухнет ибо бог уже приготовил и написал судьбу мира вот вот так вопросы по по тексту есть как-то сегодня идем как-то будто и все понятно или настолько непонятно что не знаешь какие вопросы задать а тем оно интересно ибо вкрались вот некоторые люди и не предназначены зачем они предназначены не лучше чтобы их не было вообще людей еретиков и которые обращающие благодать бога нашего в пол к искусству ну а дальше понятно отвергаются владыки бога и господь нашего иисус христа а чем отвергаться делами своими нечестивых в крови в дома жен что они там с ними какие обряды ночные делали блудили или что там непонятно однако вот апостол иуды тут о них и говорит а почему а потому что вот он и пишет подвязайтесь за веру однажды преданную святым господь иисус христос владыка и господь он от греха сохраняет берега обращаемся к нему дьявол строит ковы да он скован на голгофе но он так же остается опасен и пулей его насажены елещик нужно разбирать все дожатывается и господь сохраняет то есть он убирает эти еретики будут до конца соблазняющие антихристы и водящие готовящие престол антихристов об этом все описание открыто говорит для чего для того чтобы мы бодрствовали и молились подвязались единодушно за веру евангельскую и не колебались к этим еретикам ни умом ни тем более грехами своими пятый седьмой стих я хочу напомнить вам уже знающим это что господь избавив народ из земли египетской потом не веровавших погубил и ангелов не сохранивших своего достоинства но оставившись твое жилище соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня как садом и гаморра и окрестные города подобно им блудят действующие ходившие за иною плотью подверглись казни огня вечного поставлены в пример дальше восьмой девятый поэтому так точно будет и с ими читателями сейчас пока на пятой седьмой толкования прошу и потом продолжим восьмой 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 Продолжение следует... 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 Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле Не смел произнести укоризненного суда, но сказал Да запретит тебе Господь Толкование Пространное наберитесь терпения, послушайте, а потом порассуждаем Вопросы готовьте Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол предоставил подразумевать следствие их самому слушателю Какое же, если так поступил Бог с этими, не посмотрев на прежние их хорошие жребия То уже ли нынешних нечестицев избавит то, что для людей пришел в мир, терпел за них поношение и понес страдания Никто не может сказать этого Ибо хотя он, человеколюбив Однако и праведен по истине и по истинному правосудию Не пощадился грешивший А по человеколюбию Ввел в царство блудниц и мытари Читаем у Матфея в 21 главе 31 стих Там, вероятно, говорится, что мы, теребудницы, вперед вас войдут в царство и Божие Почему? Потому что раскаялись Такое вытекает следствие Но апостол опустил оно и сделал так Или потому, что мы высказали перед тем Или же, по примеру, святого Петра, когда он говорил Если Бог ангелов согрешивших не пощадил Второе Петра 2.4 и так далее Так говорит об этом Слова же Мечтатели, которые оскверняют плоть Сказаны с удивительной скромностью Ибо выражением мечтателей апостол только намекнул на крайне постыдную сторону дела Обнаружим ее отчасти, насколько прилично заимствовал сведения об этом из сочинения святого Етефания Кирпского Названного им Панарием Он говорит Эти блудики и ствернавцы Постыдно, соединяясь с женщинами Не спускают всем его тропу Но, не докончив осквернение, берут его в руки свои И тот час влагают в уста женщинам, с которыми расцлевались И таким образом нечистые отступают друг от друга Воображая, что сделали что-то великое Эту-то нечистую пригоршню За неоконченность дела называют апостол мечтательностью Ибо подобное осквернение бывает во время сна Оскверняя таким гнусным приношением плоть свою Они еще безумно восстают против божеской природы Отвергая ее господство и владычество над всем Об этом пространье высказался святой Иерине Епископ Леонский в сочинении своем Обличение лжеименного разума Иначе апостол свидетельствует о разрате эритиков Говоря, что они в жизни нечистые А в знании весьма глусны Они, говорит, отвергают начальство Они, говорит, отвергают начальство То есть отвергают совершение таинства Христова Отвергают потому, что вместо ангельских таинств Совершают свои скверны Далее Злословят высокие власти Под властями можно разуметь Разные значения мудрых мужей Называемые Игорь, дебилов, микрофон выключен Под властями должно разуметь Разные мнения мудрых мужей Называемые у знатных еленов положениями Под которыми разумеют они мнения Возвышенные, доступные не всякому Но знакомым с философией Свидетель сказанного нами апостол Павел Когда афиняне привели его в Ариапад И он Проповедал им учения о Боге То сочли его пустословом Читаем в книге Деяний 17 главе Итак Как учения апостолов называли пустословием Так и вышесказанное называли властями Поэтому-то говоря о людях Благодарованных Как секунду И богодухновенных И употребил апостол Иуда слово власти Как обычно и всем известно Другое объяснение Властями называют может быть Ветхий и Новый Завет Или Властями называют церковные власти Которые злословили Как дает знать в третьем послании Своем возлюбленный Иоанн Их 9-10 Который пишет что Диатрев поносит их злыми словами Так как апостол упомянул о злословии То не одних хульников уцеломудривает Но и всех людей Убеждает не осквернять языков своих таким злом Не употреблять его даже и против достойных оного И говорит Михаил Архангел И так далее Он сказал Когда говорил с дьяволом Споря о Моисеевом теле Михаил Архангел Не смел произнести укоризненного суда Но сказал Да запретит тебе Господь Он говорит как бы так Они поспешно и неудержимо Злословят всякого Но этого не должно быть Ибо несправедливо злословить И заслуживающие злословия Как видно из поступка Архангела Михаила Поря с дьяволом А теле Моисеевом Он Моргу упрекнуть дьявола за бесстыдство Однако Не сделал этого А только сказал ему Бог да запретит тебе дьявол Иначе Если так поступил Архангел То и мы в споре с человеком Братом И единородным нашим Не должны употреблять злословие Позже А теле Моисеевом Был такой В апокрифах Говорится Архангел Михаил Служил при погребении Тела Моисеева Дьявол не допускал этого Но поставлял Моисею в вину Убийство египтянина И за такую вину Признавал Моисея Недостойным погребением Апостол Иуда Напоминает об этом Для того Чтобы не только Научить нас Не быть скромными На злословие Но И представить нам Что все люди По исходе из тела Должны дать отчет Во всем Что Бог Ветхого и Нового Завета один и тот же Что По переходе Секундочку Что по переходе Нашего из здешнего мира Дьявол вместе Со своими злыми Дьяволи Востает против наших душ Желая пресечь Их благополучное шествие Он противодействует А добрые ангелы Сражаются за них Как видел Это святой Антоний Так могло случиться И тогда Только Михаил Отразил тогда Дьявола Запретив ему Но не Своею властью А предоставив Суд Господу всех Сказав Бог Да запретит Тебе Дьявол Аминь Так Час у нас прошел Вот Следующие полчаса Можно Задавать вопросы Вот Желательно Начать с вопросов По Сегодняшнему тексту Пожалуйста Если У кого Возникли Задавайте И Ребенок Чего По Парканному отрывку Сказать Пожалуйста Здесь Извечный этот вопрос Который Сейчас Вообще Всегда Муссируется Сейчас Особенно Господь Говорит Вы Оставили Милость Суд И веру Этим И сейчас Можно О всем Священном Начале Сказать Что они Оставили Суд Милость И веру Как раз Об этом Здесь Иуда Говорит Христос Никогда Не проявлял Агрессию А у нас Тут Уже Ходят Они Цветы Возлагают К памятникам К вечному Огню Отпевают Всех подряд Кто там Убиенный На войне То есть Царство Небесное Отправляют Тех Кто убивал То есть Убивал Других Мы уж Не будем Говорить Что война Была Скромная Вторая Отечественная Первая Это была Ужасная А второй Говорить Нечего Друг друга Дрызли Зубами Рассказывают Не просто Так Все это Было А где Примеры Взять А Христа Пример Берите И начинает Перечислять И Христос Всегда Когда Ученики Пытались Какую-то Злобу Проявить Как Петр Господь Исцелил Это ухо Этим Он всем Показал Что Вы убиваете Вы говорите Вы ученики Мои Да Конечно Ученики Все Скажут Сегодняшние Ахиереи Зачем Зачем Ну Ну Никак Все Похоронили Они Они В церкви Не Были Они Не Участвовали В жизни Они Вот Не Было Такой Никогда У них Бесед Вот Таких По Слову Божьему Никаких Обществах Они Не Состояли А кто Состоял Тихо Убили В камерах Удушили Расстреляли В затылок Как показывают Расстреливали Польских Офицеров С обманом Все Заходят По одному Думают Будут Расписываться Поедут Там В Сибирь Пистолет В затылок И тут же Вытащили Через Позвание Машину Чем Страшными Убийцами Поэтому Господь Дальше Говорит Ученикам Когда они Селение Самарийское Не приняли Его Шли Когда они На Пасху Говорят Не знаете Какого вы Духа Не знаете Не поняли Вы Ничего Мы должны Быть Очень Мирного Духа Даже Написано Сейчас У апостола Иуды Толкование Даже Те Которые Достойны Такого Старшего Порисания И мы Должны Все равно Сдержать Свой Язык Вот Охота Тебе Его Обозвать Как-то И обозвал Ты даже Его Допустим Все Ты должен Каяться Ну Нельзя Христианину Этим Заниматься Это уже К ненависти Ведет Не то Что там В пузо Вилы Втыкать Или из автомата И из окон Стрелять Это даже Не именуется У нас Такое У христиан Право Я Сказал Да Благодарю Благодарю Ну Видишь С воображением У них Привожадных Уже Братьев Возникает Ну как Если Господь Бог Один Ветхого И Нового Завета Здесь И толковательном Так же Говорит Ну как же Он Ветхом Завете Благословлял Убийство Допустим Ну вот Будниц И будника Пронзил Одним Копьем И Угодил Тем самым Господу Поэтому И мы Врагов Так вот Один На суд Товарищ Говорит Из окна Говорит Шмалял Говорит Помимо Тем самым Он думает Что он будет Служить Богу Господь Говорит Будете Убивать И будете Тем самым Думать Что Служить Богу И Апостол Павел Тогнал Церковь Бурл Он убийца Был Покаялся Давал Разрешение На то Чтобы Убивали И Ветхий Завет Мы считаем Он Полный Крови Рек И Это не потому Что Господь Такой Жестокий Говорит Люди Сами Грызут Друг Друг И Заповедь Ветхого Завета Ты не Убий Господь Ее Не Отменил Он Говорит Было Сказано Древним И написано Сказано Око за око Зуб за зуб А я Говорю Любите Врагов Ваших Он Возвысил Эту заповедь Не Отменил Возвысил Что Корень Это Убийство В ненависти В ненависти Корень Сезлов Изов Сребролюбии Почему Войны Пожалуйста Вопросы Благодарим Можно Игорь Гугунов Я хотел Еще Дополнить Тут Немного Тут Говорится О том Что Будут Гнать Верных Христу И Это Говорится Именно О Парисеях И Садуке То Что Ты Сказал То То Просто Будут Там Убивать Там Кого Будут Гнать Именно О Верных Это Только Второе Еще Вот Ты Сказал Правильно Ветхом Завете И Многие Так Говорят И Мы Это Слышали Значит В чем Здесь Дело Почему Один Бог Ветхого Нового Завета И Такое Получается Во Первых Апостол Павел Нас Подводит К этому И говорит Водителем К Христу И Дело Все В том Что Еще Этих Еще Не Было Веры Как Таковой А Что Был Закон Закон Как Нужно Просто Исполнять Ты Родился Иудеем Ты Уже Иудей Если Ты Исполняешь Закон Все Достаточно Это Надежда Для того Что Ты Обретешь Когда То Веру Вот Так Вот И Трудились Они Почему Допустим Убивали Другие Народы Потому Что Те Народы Они По Настоящему Хотели Полностью Уничтожить Евреев Как Гитлеров Ну Тогда Евреев Легко Было Уничтожить Они Еще Не Рассеялись Везде Их Можно Было Прям Вот Как Они Шли По Пустыне Собраться Как Амалик Амаликитяне И Они Напали И Все Таки Когда Моисей Помните Держал руки Поднятыми Ор И Халев Стояли С двух сторон Поддерживали Его И Только Так Они Выиграли А Если Он Руки Опускал То Они Проигрывали Еле Еле Удалось Амаликитян Победить И Тогда Господь Дает Продчество Моисею Что Амалик Будет Уничтожен И Вспомните Саул Когда Агава Амаликитян Царя Простил Саул Простил А Самуил Говорит Слышу Блиение Что Это Ты Там Так Меня Скрываешь Да Я Не Скрываю Я Просто Самое Лучшее Собрало Амалико Да Господь Сказал Пророчество Все Истреблю Все Полностью Но Единственное Что Не Истребляли Не Убивали Женщины Детей Беззащитных Бог Не Убивал Вот Как Странно А Всех Скотину Всех Всех Убить И Убивали Женщины И он Подошел А правда Миновало Меня Чарша Смертная Да Миновало Подходи Сюда Раз Выхватывает Меч И убивает Сам Пророк Убивает Это Говорит О чем О том Что он Исполнил Закон Божий Закон Того Самого Господа Который Дал Этот Закон Пророчество Это Уже Закон Пророчества Поэтому Его Надо Было Исполнить Хотя Одновременно Уже Было Заповедь Не Убей Но Выше Стояло Пророчество Господня Потому Что Пророки Стояли Выше Закона А Где Мы Видим Что Моисей Дает Разводное Письмо А о нем Нигде В законе Нет Моисей Дает Обрезание В субботу А этого Нет Тоже Суббота Должна Быть Покоя День И Господь Им Это Говорит Когда Они Идят Полями Он Говорит А почему Священники Ваши Не Согрешили Когда Обрезали Субботу По какой Причине Да потому Что Пророчество Было Господне Что Это Спасение Что Это Будущее Крещение Вот Так Потихоньку Детоводителем Ветхий Завет Подводил Нас К Высшему И Написано Уже Христос Говорит Сказано Древним Не Каким Древним Сказано Ну Каким Древним Всем Древним Людям Сказано Древние Это Те Которые Жили Перед Нами И Что Им Сказано Сказано Не Убий А я Говорю Вам Что Если Даже Ты Скажешь Брату Рока Или Ненуисть Будет Сец Троем Ты Уже Согрешил Ты Уже Убил Брата Твоего Вот Как Страшно Не То Что Там Что Защищать Не Защищать Даже Разговоров Если Были Такие Общины Хотя Бо Как У 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 Как У У У У У У У У Сравнял с каким-то обществом, с какой-то целью вот этой вот мирской. Ваши радости, советская власть, наши радости, ваши печали, наши печали. Да, мы виноваты, мы благословляли против вас. Ничего себе, там убивали людей, но были те, кто благословил. А ведь патриарх Тихон, он не благословил белое движение. Вот в чем дело. И от этого только Колчак и Деникин не объединились. А если бы они объединились, уже совсем бы по-другому пошла война эта революционная. Помоги, Господи. Так. Вопросы еще? Так, тут, значит, в чате нам пишут, Роман Малыш, истинную жену церковь Господь будет питать в пустыне, а Папа будет рядом с Антихристом. Да, Александр ему спрашивает, где эта пустыня, связано ли это с земледелием, отдалением от мегаполиса. Мне кажется, где ныне находятся родовые поместья и экопоселения, там люди умные, если они примут Христа как единственного вечного и живого Бога. Но пока что они совершенно неверующие. Не все, конечно, но большинство. Ребекка пишет. По поводу пустыни. Когда Всевышний говорит отпустить Израиля из Египта, то причина этому празднества в пустыне, служения именно в пустыне, ему было это угодно. Вот такое вот, рассчитал, пока непонятно, о чем спор идет. Может быть, слух, кто-то хочет высказаться. Пожалуйста, время на это есть. Пожалуйста, задавайте вопросы. 11 минут у нас еще есть. Ну, от Игоря Дубунов, я хочу истину, чтобы восторжествовало. Для меня это вообще какой-то бред, что там они говорят. Я же выступал, дай другим слово сказать. А я с удовольствием, ну, видишь, молчать все. Ну, пять хотя бы, давай, помолчим. Пожалуйста, задавайте вопросы. Слово. Кто никого нет, давай, брат, иди. Давай, и тогда, иди. Я хотел сказать, что про пустыни, конечно, сказано. В пустынях и скалах, ему написано, в горах, в пустынях сохранятся праведники. То есть будут жить в пещерах, в скалах и в пустынях. В горах и в пустынях написано. Ну, то есть, действительно, это в горах. Дело все в том, что не будет церкви как таковой. Вот то, что должно было в России состояться, но не состоялось по причине отступления митрополита Сергия, оно состоится в конечном итоге. Что это будет? Не будет как таковой церкви. То есть не будет епископа, будут священники вот так вот в разных сторонах ходить. Эти епископы где-то будут, наверное, может быть, останутся тайные. Ну, вряд ли, потому что Господь уже в последние времена уже сказал. И если бы, говорит, не милость Божья, не Господь, не благоволение, что Он придет и возьмет церковь свою от земли от сей, то все бы погибли. Ну, вот Господь как раз это попустит в конечном итоге. Ну, то есть, люди как говорили при Сергии. Да, Сергий вот и сейчас, так же защищает его все. Говорят, да, Он сделал так, что церковь осталась существовать. А так бы церкви не было, она бы просто развалилась. И они не вспоминают совершенно эти люди историю, как все создавалось в церкви. Она вообще создавалась, несколько человек было всего. И люди ходили, благовествовали, и на вере всех людей, которые, ну, у кого какая есть, на вере была создана церковь. Это общины, это тело Господня. Из каждого члена состоит Царство Небесное. Господь, глава написана, а мы члены его. Апостол Павел вот так это пишет. То есть, Господь, Он жених, вся церковь как невеста. А невеста состоит из членов. Вот сколько членов каждый занимается своим делом. И вот это общество должно быть везде, допустим, в Филадельфии оно было. В других городах, перечисляют, 7 городов этих в книге Откровения. И каждое общество было по-своему, жило по-своему. Где-то были мученики, где-то были праведники, а где-то были и грешные, и предатели даже. И вот об этом пишет Айян Богослов. Как раз и вот об этом самом и говорится здесь. Какие там эко-поселения? Вы о чем говорите? В эко-поселения сразу первые придут, отправят всех вон уже в Нарым и так далее. Ну, могут сейчас на Телуму отправить там золото, еще много будут там они рыть его, пока не замерзнут. Только не в соляные столпы, а в ледяные. Ни кого не останется. Это легко взять. Что там потеряют, они не доедут что ли? У них сейчас вот такие вездеходы, эти тигры, всякие сарегаки там, что только нету. Все, доедут, спокойно всех возьмут, верующих. Обязательно верующих, естественно, сначала. То есть, если вы уехали, то не думайте, и уехали куда-то далеко там в степь. Не думайте, что тут в городе первых будут брать. Ну, отнюдь практика показывает, что берутся сначала за более слабых, а потом уже тут подходят дальше к сильным. Это вам революция показала. Они знают сейчас так работать. Поэтому я вот об этом говорю вам, что вот то, что вы сказали, это вообще не об этом идет речь. Никакие поселения не остановят антихриста. Забрать верующих, убить. Аминь. Так, еще вопрос тут нам Олега не дает. Могу ли я прочищаться в православной церкви Европы? Так, ну, по поводу пустыни. Малыш Роман комментирует, что пустыня в сердце. Дальше какая-то ссылка к ним будет открывать. И Сергей Ильин отвечает Олегу насчет прочищаться в православной церкви Европы. Он говорит, Олег, если считаешь себя православным, то нет. То есть, пожалуйста, Сергей Ильин, поясни, почему такой вот он не отвечает. Ну, потому что они непонятно, имеют ли вообще даже апостольское приемство в рукоположении. Я знаю там одного священника, он был в Московской Патриархии, потом ушел. Ну, вообще-то они не являются признанными ни одной православной церковью. Конечно, это может не служить, сказать, для вашей общины каким-то ориентиром, что можно или не можно причащаться. Но поскольку там много всякой, кроме того, и ереси у них содержится, и они никем не признаются, а просто так вот выползли не весь откуда. Ну, непонятная вообще так организация. То для чего смысл-то, когда причащаться и завет с Богом можно совершать в православной церкви? Не в пустыне ведь живешь, как бы. А если... Считаешь, что в Европе православной церкви с сохраненным рукоположением от апостольских времен нет? Почему нет? Есть. А если фон есть, почему там нельзя причащаться? В русской православной церкви, ты не знаешь, о чем речь идет. Вот. Православная церковь Европы, она не значит, что находится в Европе. Она находится и в России у нас здесь. Вот. Это просто раскольники, которые ушли из православия. Вот. И, ну, группа людей, они называют себя просто православной церковью Европы. На самом деле они находятся во всем мире. Вот. Это просто название организации. Это не церкви. В общем-то. Это не... Если в Австанции... В Европе это название. Вот так русская православная церковь. Ну, да. Просто собрание этих вот таких вот. Вот. Благодарим. Еще вопросы. Три минуты у нас осталось. Ну, вот я хотел задать вопросы. Ну, как бы вопросом ответить вот коллегу. Он говорит, можно ли причащаться? Я вот православный. То есть, вот у нас, допустим, как все происходит. Человек проходит обучение. Вот сейчас вот идут вот эти занятия у нас. Это, на самом деле, как бы огласительные занятия. Потому что выше феофилакта Болгарского, ну, толкования практически нет. Ну, есть еще Златоуста. Ну, там, это, конечно, уже верх. Ну, надо читать самим Златоуста вот пока занятия идут. Ну, а конечный, Игорь, давай. Ну, я конечный. Поэтому вот такие у нас занятия проходят. Человек на этих занятиях участвует и набирается опыта в православную жизнь. Знакомится с канонами православной церкви. Да, у православной церкви есть 719 правил и канонов, оказывается. Со всеми ими знакомится. И должен все эти каноны выполнять. И когда человек подходит к тому, что он все выполняет, у нас есть специальная, ну, с батюшкой договоренность. Батюшка принимает заявление от человека, что человек хочет быть православным и готов принять крещение троекратным погружением в воду. И после этого он начинает готовиться к экзамену. 20 вопросов ему задается. Отвечает он в письменном виде себе. До, там, ну, какого-то... Ну, обычно у нас раньше проходило 3 года, 5 лет было обучение. Сейчас уже, ну, намного быстрее, потому что люди приходят к нам уже, может, десяток лет верующие, а бывает и больше. Поэтому они много знают, конечно. Ну, вопросы вот эти, 20 основных вопросов, которые задаются, вот у нас они есть в книге. А вы там должны почитать все, Игорь. К христиану православию. И после этого человек начинает жить. Это надолго. К христианской жизнью, когда... Ну, что, терпение, что ли, это совсем не... Конечно. Нам нельзя, что это столько же. Минута, еще надо ответить на вопрос. Подожди, вот я, конечно, все. Осталось. И теперь, когда человек крестится, то есть батюшка его крестил, все, он становится членом общества, христианской общины или прихода, где есть ближайшее. Игорь, это, ну, большинство людей уже понятно. То есть, вот смотри... Вопросы, есть такие рукоположения? Вопросы, вот ответ еще такой вот. Если вот считается, что вот эти вот так называемые православные церковь Европы, когда они образовали, вот, то можно сказать, что и РПЦЗ тоже раскольники, то есть сектанты. То есть, как вот на это ответить вопрос, какой критерий, где раскольники, православные церковь Европы, а где РПЦЗ, на традиции они не, не раскольники. Как проверить, какой критерий. Где, где называют себя православными. Где церковь, где не церковь. Православная церковь Европы. Я первый раз сегодня столкнулся с церковью. РПЦЗ я изучал давно, понятно. То есть, там есть законное рукоположение. Там сохранено. Есть вот эти вот, как они называются, кто кого рукоположил. И такое, каждого священника, если это есть, он законный. Если нет, то и нет. Такой критерий. Если у православной церкви Европы это есть, это проверить можно. То они церковь и нет. Ну, отвечать или нет, я не понимаю. Отвечаю. Ну, в общем, короче говоря, я на примере отвечу, а ты там сам понимаешь. Вот, помнишь, я в Красноярск ездил, там отец Константин. Я про него рассказывал. Да, давай. Вот этот отец Константин, он был у нас в убежной церкви. Сейчас он перешел к старобрядцам. А до этого он был в Московской патриархии, 8 лет служил. То есть, его корни там, этого вот отца Константина. Но он же рукоположен, хоть и в Московской патриархии, но там же канон, чин рукоположения есть. Поэтому как мы можем отрицать, что он, допустим, не священник истинный? Понятно, он истинный. Сейчас даже староблячество, и он истинный священник. И вот точно так же нужно проверять священников, которые там есть. Кто там, какой священник? Его проверят сейчас интернет, все все знают. Его кто-то должен знать. То есть, выбирай, выбираешь себе пастыря. Это все выбирают всегда. Вот и выбирай его пастыря себе. Аккуратно выбирай, чтобы рукоположенный был. Чтобы это не был волк в овечьей шкуре. Об этом апостол Павел говорит. Вот мой ответ. Европы, это я тебе скажу, что это те, кто были когда-то в православной церкви. Церкви Франции, а там был наш митрополит. Потом его поставили патриархом. Он был русский, настоящий. Он сначала с карловчанами был, с теми, кто ушел в революцию через Крым, в Европу. А потом он отдельно отделился. Сейчас не помню, Филарет, по-моему, его звали. Вот он был в Париже. Он так и звался Филарет Парижский. И его очень авторитетный он был. И вот оттуда, наверное, все это пошло. И в Россию пришли просто эти священники Московской Патрахии, которые там перешли в эту церковь французскую. Все. Ну отсюда Московская Патрахия их запретила. Все. Благодарим. Молимся. Занятие закончено. Достойная вещь. Благодарим. Господи, благодарим Тебя за эти занятия, благодарим Тебя за это мирное время, в которое мы можем собираться, исследовать Твое Слово, Господи. Помоги нам, сохрани нас от заблуждений, от ересей, от греха, Господи. Ты умер за нас, мы веруем в Тебя. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом! Помоги Христосу. Спасибо, Господи. Я не отключаю, если есть желание продолжать общение. Аллилуйя. Спасибо, Господи.